Мы направляемся в сторону Баркареса. Нам там кое-что нужно прикупить. И посмотрите, здесь машин сколько. Никогда здесь тоже не было столько машин. Сегодня Оля и Кристин передавали вам привет. Они уже по дороге в Гренобль поднимаются сегодня домой. У них закончилось. О, смотри, все пляжи. Приехало столько народу, вы просто не представляете. У нас припарковаться вообще нет. Без Ижемы или Саши? Не так понимаю. Говорят, никогда столько. Закончились у них каникулы, отпуск. Все, уже прожили они на юге Франции. И у нас в Баркаресе, и у дочки Кристина, и у внука. Почти месяц так долгие каникулы у них получились. И сейчас мы созванивались, переписывались они на автодороге. И поехали специально в понедельник. Подождите, я чуть-чуть убавлю клим, потому что работает сильно. И поехали специально в понедельник, потому что передавали сегодня. Нормально на дорогах. И сегодня снова черная все на дорогах. Она прислала фотографию, они стоят в пробке. И выехали рано-рано утром, и еще даже полпути не сделали. Она говорит, это что-то. Пришлось съезжать на обочину. Там в какие-то... Она мне прислала фотографии. И если я не забуду, вставлю фотографии. Они съехали на обочину, где виноградники. И сидят, обедают только в 3 часа. Потому что вообще не смогли с дороги съехать даже. И она говорит, если будете уезжать домой, смотрите на дорогу. Потому что столько тури... Ой-ля-ля... Выбирайте машину, как вы хотите. И там... А? Ой, я не могу. Вот вы говорите, почему вы никуда не ездите? Почему там вам скучно? Во-первых, нам не скучно. Это вам скучно. Кому скучно, просто не смотрите. Во-вторых, все те места, которые вы называете, мы уже посещали. Чтобы вам еще раз снимать... Ну, простите меня, хорошие. Я не буду ездить туда и не платить деньги. И не буду... Если вы мне будете оплачивать, спонсировать это на канал. Вон там спонсорская помощь. Сбрасывайте, скажите. Лена, вот тебе деньги, съезди туда-то. Сними то-то, поешь в ресторане и сними нам цены в ресторане. Запросто я вам это сделаю. А вот так, по второму разу, мы, во-первых, это не любим делать. Посещать одни и те же места. Во-вторых, не знаю. Скучно вам, не скучно нам. Кому скучно, просто-напросто, я уже говорила, не смотрите. Оля вам сразу тоже сказала. У нас в этом году с ковидом совсем на свете, с работой моего мужа, у нас отдых пуль. Вы говорите, неинтересно. Французы, многие так отдыхают. С утра до вечера на пляже. Наших соседей сколько вот здесь. Мы их видим по три раза на пляже. Французы спокойно отдыхают. Никуда не рвутся, не выдрепываются. Ничего им не надо. Поэтому не надо мне писать, что вы такие некультурные, не посещаете места никакие. Все мы посещаем. Вы знаете нашу семью. В этом году мы отдыхаем. Отдыхаем, наслаждаемся нашей квартирой, наслаждаемся семьей. И кто-то придумает, что Владиславу скучно. Если бы Владиславу было скучно, он бы у бабушки с дедушкой остался со своими друзьями. Сыну моему никогда не скучно. Он такой же, как Александр. Он знает, чем заняться. У него свои интересы. Поэтому, пожалуйста, не выдумывайте. Не выдумывайте. Так что, Оля и Кристин передают вам привет. Сменим тему. И, может быть, поснимают в Гренобле, если будет желание. Мы гуляем. И Александр говорит, смотрите, какие красивые виллы здесь. Но не видно там. Мы проходили. Здесь, скорее всего, люди живут постоянно. То есть, есть домики. Все подстрижено. Есть домики, которые сезонные люди приезжают, чтобы просто отдохнуть. Вот этот вот сезонный, скорее всего. А есть домики, в которых люди живут постоянно. Вон в той заводе рыбачат. Я в Ваварампе сажу, ли? Я говорю, пошлите посмотрим. Вон французские рыбаки. И, вон, кто не хочет ходить на море, купается здесь, в заливе. Смотрите, какие оливковые деревья, такие большие у кого-то. Здесь очень спокойно. Очень-очень спокойно. Если там у нас в туристический сезон чуть-чуть двигается все. Но нам нравится. Мы же живем в деревне, нам нравится. А то здесь спокойно. Ага, вот такая. Тоже дом красивый. С этой стороны вам покажу. Алексу очень понравилось. Это место, это возле нас. Куда мы за пиццей ходили. Только в другую чуть-чуть там улицу. И попадаешь сюда. Вон, люди с пляжа приехали. Пляж недалеко, можно даже пешком дойти. Но чуть-чуть идти придется. Но, недолго. Минут 15. Говорит, вода чистая. На 3 метра в глубину видно примерно. Как и обещала, мои хорошие, делюсь продуктами, которые нам понравились. Сейчас мы в отпуске. И у нас тут закупки в разных магазинах. Какой магазин найдем, такой и покупаем. Вот в прошлый раз я вам говорила, что сделали большую закупку в Лидоле. И нам понравилась паста. Паста из чечевицы. Будет интересна для девочек, которые живут во Франции, не любят биомагазины или им дорого биомагазины. Вот сейчас во многих магазинах тоже можно найти различные хорошие продукты. Совершенно недорого. Эта паста стоила евро с чем-то. 100% чечевица, красная чечевица и без глютена. Я как делаю, отвариваю. Затем охлаждаю и добавляю в салат. Детям можно как разнообразие. Кто у вас любит из деток пасту. Вот чтобы не каждый день пшеницу, про что мы говорили, чтобы делать ротацию. Вот, например, ротация. Один раз простая паста, другой раз вот такая паста из чечевицы. Замечательно. Есть еще и паста, если вы поищите, найдете. 100% гречка. Есть паста 100% бобовая. Там была, кстати, и нутовая. Различные пасты. Так что ротацию можно делать, разнообразие можно делать и для детей. И сок Владислава вот этот понравился. Сейчас я сделаю обзор этого сока. Почему нужно быть осторожна с соками. Вы удивились на канале Ходием по-французски. Селена Франц. В принципе, сок вот этот замечательный. Здесь совершенно нет сахара. Здесь черника, черная смородина. Затем клюква и яблоки. Но в чем проблема? Нету даже сахара. Я сейчас вам все расскажу на канале Ходием по-французски. Селена Франц. Поэтому подписывайтесь, кто еще не подписан. Мои хорошие, вы мне написали многие, что у меня очень красивая посуда. И вы попросили сделать обзор посуды. Я обязательно сделаю, какая посуда у меня здесь. И расскажу, откуда она появилась. Хотя кто со мной на канале, уже знает. Посмотрите, какой у нас на обед сегодня замечательный салат. Кстати, этот салатик я сделала по сочетанию всех продуктов, про которые нам рассказывали на моих замечательных курсах, которые я тоже закончила вчера вечером. Как же я рада, что теперь я знаю столько всего и могу помогать моим близким и тем людям, которые захотят. Поэтому вот такой салатик с пастой из чечевицы и с желтком, с салатом руккола-помидорками и с оливками, это просто супер. Поэтому, если кому-то нужно, то обязательно обращайтесь на мою почту, заказывайте меню, или просто устроим с вами общение по скайпу или по ватсапу. Буду рада помочь всем. А нам приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!